во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола иакова 3 глава всю главу прочитаем и настроимся на нее прошу не спать и не дремать и так слишком многое проспали горя спящим братья мои немногие делайтесь учителями зная что мы подвергнемся большему осуждению ибо все мы много согрешаем кто не согрешает слове тот человек совершенный могуще обуждать и все тело вот мы влагаем и дела в рот коням чтобы они повиновались нам и управляем всем телом и вот и корабли как невелики они и как не сильными ветрами носятся небольшим рулем направляются куда хочет короче так язык небольшой член много делает посмотри небольшой огонь как много вещества зажигает язык огонь прекрасно неправда язык в таком положении находится между членами нашими что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни будучи сам воспаляем от гиены ибо всякое естество зверей и птиц присмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим а язык укротить никто из людей не может это неудержимое зло он исполнен смертоносного яда им благословляем бога и отца и им проклинаем человеков сотворенных по подобию божьим из тех же уст исходит благословение и проклятия не должно братья мои сему так быть течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода не может братья мои смоковница приносить маслины маслины или виноградная лоза смоквы также и один источник не может изливать соленую сладкую воду мудро ли и разумен кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгите на истину это не есть мудрость нисходящая свыше но земная душевная бесовская ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое но мудрость сниз сходящая свыше во-первых чиста потом мирна скромна послушлива полна милосердия и добрых кладов беспристрастно и нелицемерно плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир это одна глава вы слышали откуда все идет от гиены человек может что угодно делать молиться прищищать а язык от гиены воспален и якоб это сказал это настолько не понравилось люди вообще выбросил эту книгу даже а почему если это говорится и о нас почему не согласитесь с этим и согласиться очень даже просто говорил когда-то нехороший а говорил ну на исповеди если мы это исповедали к тому не возвращаемся боимся господь силен и сгладить все это говорят ну правильно бы делали не давали пример злого бы не было там там родные особенно против враги человеку домашнее его я сегодня посмотрел в интернете как раз алексиняев эту тему говорит а можно избавиться от этого от родных нельзя у меня было много врагов много прокуроры власть вплоть до он писал я и даже оттуда были такие нехорошие слова но все сгинуло а это человек свой ты никак не счастлива жена и она просит тебя пойдем другому богу поклонимся не пощадит ее пусть рука твоя утром ты должен доложить и придать ее суду и она будет убита это грубо ну так было человечество в своем развитии достигло того что зуб за зуб не идет а за зуб всю голову отрывает сегодня сколько погибло людей за язык я занимался много лет этим вопросом и остановился на данных с женицыным 66 миллионов россии только как правило за язык больше ничего не было здесь в барнауле мы беседуем с человеком который 10 лет там отбыл и она говорит однажды сигнал такой что собирать совсем надо на заводе работает и сразу объявляет такой-то быди он еще не вышел из строя ты говорила ты слова что гитлер придет завтра сегодня и москвичай будет пить а он только сказал это да говорил тут же яма уже выкопано сразу расстреляли все кончилось да он не пришел гитлер он даже ногой не ступил язык а человек хороший был инженер осужденный когда спрашивали за что он говорит за язык возьму и брякну а потом не знаю еще и как выседить проверять надо если ты на кого-то сказал а я судился не один раз только того что мне вернули вот там получил я два дома за это 11 лет шел суд вы знаете что такое судительство это сколько адвокатов у меня было задействовано против было 12 кандидатов наук и в конце концов бог нашел человека не где-то в президиуме верховного совета ссср и все дела заново пересматривать и оказалось что все что я говорил все правильно и теперь рассчитываться нечем по тогдашим меркам они мне должны 11 миллиардов дали одну двухсотую часть это тринадцать соток и два здания судиться можно но доказывать очень трудно если человек кого-то оболгал неважно там лицо тем более если закрепленное отойдет в интернете то он должен доказывать мне не надо оправдываться суд даже меня не спрашивает но я всегда делал так что и опровержение даю в конце тогда начинает извиваться все да я думал да для себя это сказано для всех мы сейчас увидим какими словами можно говорить и когда иной раз считаешь и думаешь про праведник павел он считали про я кого-то какими словами охаживал людей и сын дьявола и брак всякой правды надо знать эти слова для нас христос сказал кто скажет безумный подвержен тому страшному наказанию а сам же и говорит неоднократно безумные и мы не можем претензию к христу иметь мне за последние где-то два с половиной года примерно пришлось черный список занести 18 тысяч человек за мной охота идет по всему интернету и ближние и дальние почему они видят плоды они терпеть этого не могут опять мусульманин обратился вчера один из баптистов пришел я ему материалы дал он говорит это 200 на 20 сантиметров гвозди в их гроб говорит теперь все отошел я почему открыть надо работать надо за нас молятся ежедневно тысячи людей каждые два часа раздается на звонок и все на молитве подыскивается на каждом шагу а ничего нигде нету наконец приходят раскаянием вчера один пришел я столько лет говорил а когда дальше в них что же я делал ну простите меня мы должны знать что сегодня мы опять пропели здесь блаженны ищи другом блаженны миротворцы ибо они наречены будут сынами божьими только заодно из девяти блаженств сыны божьи блаженное плащище утешатся и последнее когда будут не справились провериво поносить вас велика ваша награда на небесах самая великая награда я затоус говорит когда его поразил бог через сатану дал чтобы он взял отпустил его как сказать на растерзание в один день погибает не сын не дочь а семь сыновей и три дочери когда они справляли какой-то праздник сидели их кушанье смешалось с их мозгами и он вытерпел это сатана снова говорит а порази его теперь кожа за кожу господь говорит эко душу не отнимай и он поразил его от подошвы ноги до темени головы неисцелимая болезнь проказа она седает тело одни кости видится только и сердце видится и ничего не мог сделать но когда пришли три друга его начали и он ни одного слова не сказал хотя жена подбивала его но когда три друга его пришли знакомые так нельзя стали поносить он не вытерпел зато он говорит насколько тяжелое иго бог возлагает на человека но не надо забывать эти люди плетут золотой венец тому на кого нападать велика ваша награда на небесах таких слов больше нигде нету и человек не понимает ему выпала такая роль ты иди к фараону а я ожестощил его сердце нам когда-то не понять ты иди чтобы отпустил уже два шага стало дойти может быть он лежал своих кто там фараон фараониха своей надо отпустить и вдруг внезапно что-то в сердце а как и сразу бог ожестощил его сердце так и здесь человек не понимает это кто его на это подбивает родные близкие мы говорим не может укротить смертоносный яд а может выйти в этом хулене человек иногда духа святого когда идет против проповеди против чтобы люди не слушали спасения нет он уже под приговором и ничего не поможет все кончилось игра окончена и поэтому предупреждение за предупреждением говорят а вы математикой пользуетесь не забывайте в библии все на математике первый день второй третий четвертый уже семерка вошла и дальше когда что было библии все говорит сколько людей петр пошел вытянул рыбу неводом посчитали 153 ну это нам зачем 153 давно рыбу съели важно из святых растолковать что такое 100 что такое 50 что такое 3 златоуз говорит ни одного слова не пропускай мимо там громадный смысл вчера я говорил проповедь о благовестии о ногах сегодня говорю об языке языком говорит прославляем бога и поносим человека сотворенного по образу божьего а может человек коснуться то нет граница перейдена назад ходу никакого нет и ничто не поможет ничто даже молиться нельзя за них почему не за того говорю молись а он может на суде можем доказать не докажет потому что по сегодня у нас самое великое таинство на земле это обращение души таинство не в церкви в этом заключено три таинства благодать призывающие благодать обращающие и благодать освящающие и на небе бывает радость об одном кающемся грешнике со мной многие не соглашаются но доктор богословия патриархии но тысячи людей которые пришли православие через игнатия куда вы эти деньги я к тому говорю будьте очень осторожны это не мое я сто раз повторял у меня не гуманитарного не религиозного образования но я считаю слово божие вот вы считали сегодня я проверку сделал даже некоторые даже евангелие не прочитали некоторый новый завет ни разу не прочитали я встречаю баптиста 100 раз прочитал библию и это не помогло ему выйти из ереси но здесь хотя бы один раз прочитаю утрами считайте псалтырь на русском языке 150 псалмов разбито на 20 кофизм каждое кофизма на три славы ну хотя бы одну славу 20 на 360 это два месяца в течение года только на молитве ты шесть раз прочитаешь салтырь вот у меня когда сидел камер у меня псалтырь просчитывалось за два дня я просто делюсь этим опытом два дня каждые два дня полностью просчитывается псалтырь и в это же время за шесть дней новый завет не считая другого это бог делает так мы сейчас прочитаем несколько мест и особенно многое то у давида буквально вся псалтырь переполнена как на него клеветали как гнали что было устремлялись что будто бы он хотел царство отнять из своего сестья не было ничего этого я вспоминаю жизнь святого тарасия он умирает патриарх а в это время дьявол начинает листать книгу которая за ним всю жизнь бьет за каждую из нас у дьявола книга на небе книга и здесь книга и что вот ты сделал это это выслушал и только уже прошептал а монахи стоят рядом и все ты лжешь ничего этого не было а люди этому верили тысячи людей отшатнулись и он в это верил который лгал ничего тут уже нельзя поделать доверься богу научись молчать сегодня я дам небольшую статистику предварительно сейчас будем мы считать и потом второзаконие 32 28 по 33 стих я еще раз говорю считаю библию я даже в руках не держу ее поверьте он не может подсчитать другое это бог нам говорит сегодня ибо они народ потерявший рассудок и нет в них смысла о если бы они рассудили подумали о сем уразумели что с ними будет как бы мог один преследуя тысячу и двое прогонять тьму если бы заступники их не предал их и господь не отдал их ибо заступники их не таков как наш заступник сами враги наши судей в том ибо виноград их от виноградной лозы содомской из полей гоморских ягоды их ягоды ядовитые грозды их горькие вино их яд драконов и гибельная трава аспидов какие-то драконы по-другому нельзя было сказать это люди которые там жили там все нормально идет конституция с поправками или как-то и вот теперь дух святой говорит яд драконов и ни один человек который не видел ни один когда нужно было увлечь ахава то на небе совет был и между один говорил так и другой иначе но пристал один дух и говорит а я войду в уста всех пророков и увлеку его и он это сделал и не все говорят иди война будет на нашей стороне победить победишь и города эти возьмешь ромов галатский а у другого царя сердце заботится еще кто-то есть есть один я не люблю его никогда во мне не говорит хорошо не сказал правду не говорит а где он да и вон и не пришел даже позовите прибежал посыльный там ипорхиальный какой-то слушка все говорят победа будет михей ну скажи ты как жив мой бог его который что скажет то я скажу и как ты скажешь жив мой бог а для вас у него нет живого бога вы мертвому кланяйтесь которого не знаете ни отцы ваши не вы и пришел и спросили он что стал говорить победы нет и он говорит и так вижу овец рассеянных по холмам и нет у них пастыря а пастырь это тогда было как и в российской а то в россии раньше и патриарх и императора петр первого отменил патриарха что он стал командовать так я господин нет никого я же говорил посадите водой и хлебом кормите я вернусь победы разберусь не вернешься ты из победы так и получилось там бог положил ни с кем не воевать только его он переоделся в другую форму нет нещаянно стрела какая-то пронзает его и кровь будут смывать блудниц это было предсказано и так среди праведных бывает дух лыжи и он занял все уста прочитаем еще место экклесиаста 1011 не утомитесь дело в том что у нас считается здесь иногда златоуста я златоуста насчитывал там составлял симпонии на него в среднем это полчаса у нас считается пять-шесть минут то есть в пять-шесть раз сокращается это нормально и когда сидели за столом архиерей был или тогда кто-то считал брат игорь валентинович батюшка даже вышел вот тут считаешь там проповедь ну поскорее тут архиереи я сказал то за обедом архиерея чтут больше чем златоуста владыка так смотришь что я говорю торопится батюшка вы устали здесь а что златоуст сказал это может сократить в пять-шесть раз неправильно надо настроиться на это и так у нас служба то есть короткая даже у баптистов два часа служба идет два меньше не бывают почему проповедников много и каждый желает высказать то что ему господь открыл а у нас нет тут если он где-то что-то никто не узнает что пропустил и крестьяна здесь 11 если змею жарить без заговаривания то не лучше его и злоязычным еще себе человек помнит вчерашнее позавчерашнее зло злопомнитель злопомнитель уподобляется дьяволу как просто простить вот допустим блудник у суд почему обольстился у тебя там жена если не это прелюбодя это жена не женатый блуд но она такая приголубила там что-то другое причина оправдание есть но только не оправдание убийца что он у меня то сделал другое я поэтому поразил его а а судящий другого никакой причины злопомнитель на суде божьим выставить не может никакой он тебя не трогают ничего у тебя не уменьшается дети твои при тебе ешь пьешь спишь почему это он умер в 507 году так что считай четвертый век ничего не изменилось мы сейчас посмотрим три тысячи лет назад как это было то есть дьявол то же самое он тоже самое делает но давиду скорбь конечно была велика он наполнил всю псалтырь этим псалом 139 4 изощряют язык свой как змея яд аспида под устами там драконов здесь аспида там гортат гиены это одно и то же это люди в государстве верующим если кто отречется закона моисеева при двух или трех свидетелях допудут будет предан смерти сказать я не верю нельзя было неверующих ни одного не было шапнул кому-то я не мало что в церкви делся все в этот день должен умереть и однако они до такой степени преследовали давида что оказалось никогда не прекратится наконец все рассеялось и сарство давида по сегодня день вспоминается псалом 54 22 я взял специально 4 5 мест чтобы посмотреть на сколько давид от языка 54 22 уста их мягче масло а в сердце их вражда слова их нежнее ле но они суть обнаженные мечи три тысячи лет назад говорят за него вместе может быть рядом стоят мечи обнаженные никуда далеко не отходить 56 5 душа моя среди львов я лежу среди дышащих пламенем среди сынов человеческих у которых зубы копеек и стрелы и у которых язык острый меч салом за псалом пишет не в один день на это ушла у него вся жизнь и все время поминает врагов это уже 58 8 вот они изрыгают хулу языком своим в устах их мечи ибо думают они кто услышит а сегодня так просто услышит он тоже только поставил и тысячи людей миллионы могут посмотреть и за всех придется отвечать я никогда никаких комментариев не даю а зачем господь дает тебе венец велика ваша награда на небесах а надо ли оправдываться иногда надо иногда надо когда препятствует слову божию и когда документально это показывает что у меня документы на всех слововыпады есть заверенные краевым отделом юстиции и прочее 63 4 которые изострили язык свой как меч напрягли лук свой язвительное слово язык пускает стрелы три тысячи лет назад а сколько за эти годы то было сколько златоуз говорит как его угнали как его преследовали приходили слушали и тогда было рукоплесками в ладоши хлопали зато златоуз говорит мне не нужно этих рукоплесканий выполните что я говорил и сразу царицы после видимо получали деньги старший шел на работе а ведь и докторе он опять против вас говорил как говорил он говорит опять беснуется ерундиада головы и она вы ищет а он как россиян все арестовали повезли через боскор и в это время такое землетрясение цариса 5 угол искала царские дворцы всего этого рушила вернули только вернули он зашел опять за тоже говорят ты не проповедуешь ты только ругаешься и зато все это написал как одно и то что же про пьяниц там богатых что мешает наше богатство вам доколе ты будешь нас ругать он доколе не перестанете угнетать бедных это вы меня побуждаете на эту тему говорить не было бы злоизлышанных не было поддержки им ничего бы не было этого вы же сами поддержите эту и доксию а потом она умрет и 32 года будет крышка сползать могилу мраморная гробница и она трясется пока уже там внук не пришел мощи златоуста не привез не вложил мертвому в руки прости за бабку что она делала ну теперь канонизировать будут все и трясение прекратилось это история меня близкие которые знакомые могу сказать которые прочтение библии считали как бы за какой-то праздник назову виктор николаевич ставченко мы вместе жили и он у меня сегодня день радости начиная опять бытие считать каждый день положено было пять глав я считал и вот все это дошел мне пришлось два раза на аудио на пленке насчитать библию полностью златоуста полностью жить это 50 тому как бог это примет но сколько людей еще из это приходит а кто-то воевал против этого кто-то воевал а архиерея ходит митрополит тогда был архиеписк объединен и говорит я получил это хожу и слушаю и за время великого поста два тома и анатауста высушила до этого я даже прочитать не мог видите как бог благословляет благословились почти молитве и так и здесь следите за словами следите я напоминаю уже не один раз о том что когда человек умный раньше было его сравнивали с сократом высокий сократовский лоб мудрец древности на его произведение произведениях а что было сказано учились святые отцы мы знаем кто был военно златоуста какие эти люди были и вот друг прибежал а я про твоего друга такое узнал хочешь расскажу пока не надо ты скажи ты уверен то что ты узнал про моего друга это правда да нет я сказать так не могу я просто слышал значит не уверен да второй вопрос мои отношения с другом улучшится когда я узнаю что ты на него скажешь да нет конечно там такое значит нет и 3 люди обо мне будут лучше думать или нет когда ты это расскажешь нет и так ты не уверен что это правда не знаю что дружба моя может расстроиться и прочее так надо говорить он сразу шапку на дело пошел не надо три вопроса поставь и все исчезнет повторяю на меня много около 200 250 роликов это маленьких фильмов составлены гнусные в интернете и потому то что ты тут говоришь малость это дело не решают и обнаглели до беспредела давай на мою жену голову отрезают ее голову на чужую фигуру она там творит нехорошие дела я поговорил с нашим адвокатом братом севастяном он говорит да в суд обратиться надо а он где за границей живет тот хулитель ты я просто делюсь опытом как бог заступается я взял написал все никогда не ждал с какой быстротой отреагировали и сразу запрос в то государство его сразу нашли что там было я не знаю захожу там у меня нет ни картинки нигде ничего нету все и один раз таки обратился я знаю результат этот почему я представил документы этого не было никогда возьмите интервью у людей которые есть иногда нужно закрывать эти рты а как человек разбойник конечно все с матами но обратился к богу обратился но получил от бога такую награду не разговаривать а у него сердце разрывается библия считает так охота сказать он молился господи когда я сквернословил имя твое хулил ты меня не трогал а как я тебе говорить закрыл уста господь говорит о боге будешь говорить будешь говорить как-то качать в сторону уста закрыты и у него так и дожил вот если бы бог нам такие затворки то поставил наверное бы не согрешили и при том все это в житиях отписано как правда говорят так это человек только страдает и животное страдает от этого потому что он их клянет потеряет сколько 30 лет после ни одного матершинного слова скотина не слышала и куда сбывают молоко и мясо это я не знаю кто туда завозил управление железной дороги алтайского края и они узнали откуда я говорит мы берем оттуда пены нет и запах каких-то цветов первый раз видим такое мясо почему его не благословенное весной благословляет и ни одного скверного слова скотина не слышала по крайней мере я так думаю и так салвом 58 8 прочитали 63 4 тогда 63 4 читали римлянам 3 13 потом я дам математику еще прочтем пусть этот день будет началом бдительности над своим языком потому что от языка умерло очень много людей а только сказал на разность нет написал или куда-то донос арестовали 58 статья все под ним подгребали но я не говорил этого у меня одна знакомая близкая из пятидесятников по проводнице работает столько сошла ее под руки это вы говорили это а что я говорила она не замужняя девушка от вас слышали что вы говорите плохо что немцы не захватили москву я бы вышла за офицера нефель замуж какого офицера она не поймет о чем говорят но за немецкого да вы че как бы я не замужняя еще бы я когда у нас своих ребят хватает нет а кто сказал подруга с ней которая работает а там нужно было место освободили сестры посадили 10 лет на вентиле но она мастер такая была сумела выжить там давали какую-то прибавку и потом она у нас ходила стала православной в этом окончила жизнь свою у меня все это на пленке было записано считаешь и не верится это так просто еще проще было еще проще в окно заглянули обедает мужик но не кто-то как-то по сестре мне взять его отец увидел мужик здоровый и крепкий ну-ка мужик иди сюда но на несчастье было окно открыто он вышел жена сейчас вопрос ушел по сегодняшний день нигде нету вот и все и дошли два милиционера и это не один случай дальше что угодно можно человеку сказать и оправдывается некому писать некому письма никуда не уходят и люди как мухи мрут но тогда припомни что раньше у тебя было тебе венец господь сплетает горта них открытый гроб языком своим обманывают я аспидов на губахе это в новом завете послание к римлянам апостол павел все переносит ничего не изменилось я уже не верну кто-то серахов не знает деляние 13 10 мы сейчас посмотрим как разговаривать надо серахов другие книги я тут все написал у нас нет это надо вот эту библию открывать сказал о исполнении всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола сын всякий враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних эпохи у вас слепил и все угол ходил павел проповедует про консулов но это по нашему сказать губернатор края а он какие-то вставки делает не знаем какие и павел обернулся стал ты враг всякой правды сын дьявола конечно не шептал это ему вот у тебя рука следующий стих прочитайте и ныне вот рука господина тебе ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени и вдруг напал на него мрак и тьма и он обращаясь туда и сюда и скала жата не ждите когда вся эта молитва достигнет злодейство слова извержения ложного бог прекращает и прекращает внезапно уже духовная слепота постигла человека он не понимает что делает и дальше такая это практически не видел и за руку стали водить зачем это написали здесь а затем что были такие диатрепы которые против иоанна богослова воевали и против тех кто его принимал и они находили разные слова он говорит я приду все напомню ну прости его я напомню я прошлый раз говорил как там медник александр сделал мне много зла и павел поминает почему чтобы другие опасались а в свою защиту что он сказал ну сказал одно там два слова чтобы опасались я сделал небольшую здесь арифметику слово такое слово 2256 слово говорить в библии встречается полностью экономически 3591 сказал 4734 а молчание только 90 и так против языка и за язык вместе десять тысяч восемьсот четырнадцать раз в этой книге сказано эти данные никто не публиковал я сидел специально тем более поисковик есть десять тысяч восемьсот четырнадцать на одно молчание сто двадцать раз признак прорывается даже один молчит это можно людей переложить сто двадцать человек молчать никак не могут такова брат статистика прочитаем мы притча соломона тринадцать три притча соломона это за давидом его сын был это девятьсот восемьдесят лет примерно до христа кто хранит уста свои тот бережет душу свою а кто широко раскрывает свой рот тому беда тому беда научить две руки ложить вот так вот вот и крест на крест и закрыть беседовать невозможно когда мы вели беседы с сектантами то был уговор выберите из себя одного остальные чтобы молчали согласны ну конечно кто хочет сказать своему товарищу напиши бумажку подай все согласились все мы собираемся в большом зале все согласились время одинаково каждому а если один высказал все я все сказал а у меня не кончилось меня тогда не ограничить его времени а у них сказать они четыре места писания привели я привел на память семьдесят два места из библии как они поднялись приходилось за руку выводить да как так молчаливые люди молчали бабушки такой крик подняли я говорил вам это будет будет потому что здесь борьба идет на невидимом уровне дома она будет молчать здесь она не будет потому что речь идет об открытии истины то что глаза слепит дача от зависти от зависти у него ничего нет этого человека и он начинает я слышал в Америке говорят если так приучают людей сосед живет богаче он сильно говорит сынок ты работай давай видишь как сосед работает и у нас все это будет и машина и дача так работает а у нас не так сосед хорошо живет все сделает чтобы был такой же как я мы берем доски в шарчины я приехал а который продает и он говорит ночью сегодня у меня всех овечек отравили а я с овечками выродил у меня слезы как-то ну так отравили видишь у меня как дело я лесопилка у него покупают что они там подсыпали теперь вывози их десятками отсюда это сегодня наше время сейчас нам завидует очень много русским людям такие несметные богатства подыскиваются лгут на президента там на патриарха не присоединяйтесь никогда нам дано право не злословить а молиться так вы что там молитесь за путину ежедневно за джазе помолимся война назад всех за греческого молитесь за царей и начальствующих это цари хотя там премьер-министр называется или еще как-то молитесь а то монахи молятся за все за весь мир не работают я говорю еще за воробьев молюсь мы поминаем всех правителей и пап римских каждый день поминаем во славу божию чтобы господь коснулся и обратил и что обращает да обращает были удивительные сообщения с тех мест а как так не знаю меня сильно люди негодуют что я молюсь за людей которые в их глазах ничего не стоит я скажу за кого за рамзана ахматовича кадырова от него у меня благоданность пришла он закрыл эти двери после беслана беслана 1 числа отмечали и сейчас кто-то выставил мой ролик где мы в беслане ходим смотрим прострелили стены 333 человек от их убиты были первый день линейка и друг захватили школьный зал где-то и началась там два дня не пить не есть не на двор сходить и что там дальше было начали освобождать 700 с лишним только ранено было и там везде игрушки стоят я видел людей эти видел эту печаль воплотившуюся в них с ними только я стою рядом я не могу тоже заплакал а начиналось то ни с чего совсем слово слово обладает способностью воплощаться говорит Григорий Ницкий брат Василия Великого добавлю итак притча 10-19 об языке при многословии не миновать греха а сдерживающий уста свои разумен не печатают они говорят ну трудно ли помолчать то мне часто говорят почему комментариев никаких не дают а зачем я уже враг я его устраняю зачем это а что такое враг ты ложишься спать телефон отключаешь а я не могу отключить у меня гости приезжают за одну ночь такая 72 угрозы 72 звонка сейчас здесь потеряют 72 на меня нападений больше чем вместе взять на президента на патриарха на всю государственную думу почему бог знает велика ваша награда на небесах на днях только опять вылазит женщина то ребенок там умер где-то то другое такой-то человек дал ваш телефон я уже не даю невозможно отдыхать я его прячу куда-нибудь под подушку на другой кровати и что я говорю у меня машины нет приехать туда а денег у меня буквально ни копейки нет у меня вообще ничего нету сразу бросили все кто-то звонит никогда не отвечайте сегодня везде предупреждают обман деньги надо перевезти куда-то скажите вам поможем мы такая организация мне постоянно звонят я обманули уже я не могу астрономическая цифра сколько уже изъяли миллиардов рублей мошенники и сейчас просто такие выпустили буклетики где все это говорится а вы скажите слово божие если этот человек звонит может быть скажи им о суде божии а может быть мне звонят они а я здесь а вы знаете где это мы мы бассейн там я говорю я знаю где крестить на слово бассейн ухватил сам так подождите у меня подруга здесь подошли двое проходит время мы с ними разговариваем я напоминаю Валентина Стартисон они с дочерью едут в храм и одеваются как у нас положено по форме и видят как спортсменка немка бегает город Зоннеберг а та все думает кого я вижу как она их видела там не знаю в окно или как голову одну и наконец вижу пришла в храм молиться и теперь мы стали друзьями форма одна без слов проездом только итак если ты молишься бог сделает у тебя будет благоухание жизни а не смерти тебя могут поддерживать кто-то отец мать там ну как старый колдун умирает когда он обязательно за руку взять кого-то чтобы передать духа зла ему итак передается ненависть из поколения в поколение как это так ты верующий ты совершенно не верующий человек и не допускайте до себя этого духа не слушай заткни уши о чем они нам говорят кто раскрывает широко рот тот 12-13 прочитали нет? да так 1 коринфян 2 14-16 послушайте несколько слов тут мы возьмем для себя о чем молиться надо 2 коринфян 1 коринфян 2 глава 14 по 16 стих душевный человек не принимает того что от духа божия он не принимает он душевный он мирской хороший примеры все съезжаются люди но видно как они одеты как накрашены зачем тебе с ними общаться это параллельная структура православия к нам сколько людей обращается первый раз в 21 веке так люди одеваются здесь да нам есть что сказать показать почему это Бог сделал мы друг друга не знали когда-то 1 Иоанна 4-20 кто говорит я люблю Бога а брата своего ненавидит тот лжец ибо не любящий брата своего которого видит как может любить Бога которого не видит как просто доказательство Бога не видишь любишь а брата видишь ненавидишь а как там ну сам просто подумай однажды если еще такая какая-то надежда а если нет значит только еще сильнее пламень будет разгораться я говорю в открытые уши 1 Коринфянам 12-10 нужно иметь духа одного нам иному чудотворения иному пророчества иному развлечения духов иному разные языки иному истолкования языков развлечения духов что он говорит и 4 вопроса ставят кто сказал когда с какой целью где и ты увидишь что они там ищут не на всякое слово отвечает Христа спрашивали он не отвечал Пилат говорит почему не отвечаешь молчание нам нужно или говорить только правду а правду узнать ты должен до конца пройти так это или не так меня очень часто спрашивают в этом человеке вот вчера только и показывает какой человек не разговаривал с ним ни разу труды его не считал сказать ничего не могу спрашивает из Грузии не могу сказать и совсем ничего нет я об этом деле не молился если бы нужно об Аллах молился а что молиться то я молиться могу только о благословении его здесь спрашивают обо мне он в глаза никогда не видел не слышал обо мне и сразу ложь говорит ну ладно еще так скажут да зачем вам это нужно арестовывать священника тоже лагерь у него как у меня и что то было замечено а на самом деле там на наркозависимых отпускается большие суммы денег и он встал поперек он ими тоже занимался ему сказали ты Глеб подойди в сторону он дальше пришлось бежать в Израиль а оттуда в наручниках привезли сюда 14 лет дали ничего не доказано 14 лет а я припоминаю был момент нам близко мы за него каждый день молимся я знаю что там если ты за что то это малолетки из тебя сделают маму в этот же день тебя будут насиловать ты не доживешь до срока чтобы уйти оттуда ты видишь что то где то деньги отойди в сторонку от этих денег ну зачем тебе барыгой быть отойди в сторонку помолись и Господь покажет что трудом это можно все добывать зачем там какие то наркозависимые ну мы близки не были с ним знакомы но вот такая история псалом 72 попрошу как последнее выслушать он ежедневный псалом должен быть для нас есть стрельца второй полностью да все встал бы просчитать он небольшой как благ Бог к Израилю к чистым сердцем а я едва не пошатнулись ноги мои едва не поскользнулись стопы мои я позавидовал безумным видя благоденствия нечистим я по счастям буду говорить ну так же понимают вот я верю все исполняю все не так то не урожай какой то это поднятое целение шолоха говорим а это проклятая триждеклятая власть все у нее получается как надо и урожай собирает и все а то у меня не погода то еще что то и они живут лучше чем нас и это говорит Давид 3000 лет назад далее ибо ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их на работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам то есть на производстве не работает нигде и болезни никаких нет он это видел и ударов никаких нет и он засомневался а что толку от того что имели от того гордость как ожерелье обложила их и дерзость как на лет одевают дерзкие они не знают как разговаривать со старшими там с родственниками с кем дерзость на каждом шагу то есть они не понимают что есть Бог судящий то есть нет этого отнято неблагодарности ничего нету а там начали разбрасывать да в самом макушку обязаны кого поносит и ничего этого нет я встречался не один раз с этими людьми поднялись отец уверовал а они нет и все объявили войну отцу родному выкатились от жира глаза их бродит полностью сердце над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят с высока говорят с высока да кто ты такой да вы не знаете все про него да то другое то это копия идет одни и те же слова сатана вкладывает сегодня в уста тысячам людей миллионам это за это Путина у меня каждый день за патриарха у него дача что вы заведуете то да я не ну тебе какая разность это на дачу у меня лодка есть резиновая ну еще у него там яхта ну и куда он ему это надо он умирает расставаться для меня смерть я заказал гроб чтоб сделали на кровати буду держать его это мне баба Серафима помогла я увидел его возгорелся прямо сегодня же сделать надо поднимают к небесам устанства и язык их рассказывает по земле как будто бы ничего не собрать язык их рассказывает по земле три тысячи лет назад потому туда же обращаются народ его и пьют воду полную чашу воду то есть эту мерзость что сейчас этот человек изрыгает и они точно самое делают и пьют это было все почему дьявол один грех монотонен монотонен он похожий шаблон на все предсказуемо все почему отступил от Бога не духовно он осудить ни о чем не может духовно о всем судит и говорят как узнает Бог и если видение и вот эти нечестивые благоденствуют веки сём умножают богатство так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениями всякого утра то есть перед Богом во чем обвиняете а перед Богом друзей спрашивают да вы что никогда у вас этого не было но они обвиняют говорят другим еще раз основу обращаюсь к сотням людей во мне это видели жили рядом нет никогда а почему он говорит он не понимает что говорит он одержимый духом зла наследственно и ничего нельзя сделать никак дальше но если бы я сказал буду рассуждать так то я виновен был бы пред родом сынов твоих перед теми кто верующий в конце концов Бог поставит крест на этом я виновен был поэтому я каждый день и днем и ночью несколько раз об этих людях только и молюсь господи ни на нем да на них дети да не отразится это помилуй едет ли куда человек где-то там далеко мне сообщают он в пути я молюсь о нем как уж Бог примет господи помилуй его открой если есть возможность хотя бы малую щель чтобы он увидел свет в какой тьме он находится и сделать ничего нельзя для меня это скорбь ежедневная и думал я как бы разуметь это но это трудно было в глазах моих да коли не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их в храм пришел стал молиться и понял чем же это их жизнь то закончится тем примеры разные это трагедия они живем когда фанаберон и корей со всем семейством уходят в ад они отрекаются церкви так он в церкви церковь никакого отношения к ним не имеет если ты делаешь против это внешне не твоим ли именем бесов изгоняли не знал вас никогда господь говорит а почему язык аспидов шарко раскрытый рот так на скользких так на скользких путях поставил ты их и не звергаешь их в пропасти как нечаянно причлением разорения исчезли погибли от ужасов как сновидение по пробуждению так господи так ты господи пробудив их уничтожишь мечты то есть они как во сне все это видят что делают говорят увлекают за собой других степляют и степляют о себя грех выход только один рогами в землю и тогда Бог отломит их когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя тогда я был невежда и не разумел как скот был и пред тобою но я всегда с тобою ты держишь меня за правую руку ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу кто мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле изнемогает плоть мое и сердце мое Бог твердыня сердца моего и часть мое вовек ибо вот удаляющие себя тебя гибнут ты истребляешь всякого вступающего тебя а мне благо приближаться к Богу на Господа Бога я возложил упование мое чтобы возвещать все дела твои представьте уже и косточек не осталось кто это делал если бы он не записал мы бы не знали но мы душу свое состояние сравним с этим мы знаем этому конец будет но он говорит это о врагах помилование невозможно но сегодня в другой мы живем эпохи уже Христос пришел я прошу обо мне открыто молятся каждые два часа в интернете много людей чтобы Бог дал все переносить и чтобы явно было апостольское служение Богу нашему славу в веке аминь 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 и